Добрый вечер Слово несложное, любовь, слово бездонное и бесконечное И согласитесь, неважно в какой эпохе вы живете и какое место занимаете в обществе Мой рассказ будет понятен всем присутствующим Поэтому, да, красные кресла, разбитый стендвей, помню, сам разбивал Пыльный паркет, а собственно, о чем это я? Да, дорогие зрители, убедительная просьба Отключить мобильные телефоны, смартфоны, ноутбуки, пейджеры, рации, спутники, переносные станции И прочие прелести технического прогресса Те, кто не знает, когда сделать, обратитесь к ЦУПе И так? 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 КОНЕЦ СЕРЦЕ Тебе вьюф Не хочется покоя КОНЕЦ А ну, шкаф, поскольку ты не спишь, чтоб поздний час Смотреть обединку принесла, чтоб тебе теплей Мамушка, дитя мое, что случилось с тобой? Дитя мое! Мамушка, ты просто не представляешь тебе, что значит быть девушкой из высшего общества Понимаешь, мамушка, у меня все есть И деньги, и роскошные деяния, и почитание высоких чинов, и розовый пилник в отцовском гараже Какой он со мной? Ну, понимаешь, мамушка! Мамушка! Я несчастлива, мамушка! Что ты? Мой отец! Что твой отец? Ну, не справа из моего, влюбленный? Да ты! Как ты, почему? Понимаешь, он простой юноша! А я... Ой, о, Господи, Анушка, не печалься, дитя, Анатолий. Все равно все будет так, а все же будет начертано. Не волнуйся, ложись, я тебе песенку свою приголублю. Люди спят, не сми, всем сердцем на морях. Люди спят, они, лишь звезды пленят я. Голицы не видят нас среди дверь. Ты, моя девочка, за всех постарей. Ой, святый мой. На следующий день утром граф, отец Анны, созывает советников и обсуждает борцовый вопрос. На повестке дня важное дипломатическое решение. Пампа-рампа. Ну, что у нас на сегодня? Какие земли завоевали мои войска? Что сегодня про меня написала газета «Прусская неправда», а? Граф Скалаузер, докладываю, за эти сутки наши войска не завоевали ни одной пяти земли. Но зато главнокомандующий английской армией Юлиан Плис был доволен успешными маневрами наших армий на территории микроверцевства Руччет-Баха. Газета «Прусская неправда» пишет о том, что новопостроенный ледовый колизей в резиденции Дролсден пользуется небывалым успехом среди иностранных туристов. А также газета пишет о очень высоком рейтинге графа Стволаузера, допиши, вас. Ага, ага, ага. Ага, отлично! А что насчет спортивных новостей советник Крейн? Ну, нужно сказать, стоит заметить, что если рассуждать абстрагированно о сложившейся ситуации, то, нужно сказать, что что касается спорта, то здесь мы, как всегда, преуспеваем. Наш вечный тренер Йозан Ринель со своей командой неустанно, неустанно трудится над подготовкой к поездке на Олимпиаду в «Зеленое», что находится в восточных землях. А также наш гость с Балкан, Ленон Александрович, усиленно, усиленно подготавливает наших девушек-музыкантов к гимнастическим соревнованиям, которые включают прыжки вправо, также влево, вверх и непосредственно, и неминуемо, так сказать, вниз. Молодцы, молодцы, все это очень хорошо, вообще-очень хорошо, очень... Но! У меня к вам более серьезный вопрос. Вы знаете, по закону моего рода, девушка, достигшая 17 лет, должна выйти замуж! У вас есть какие-нибудь смысли по этому поводу? Ваша связанность, я тут подумал и решил осмелиться предложить вам, понимаете, все это не случайно, ну, собственно, на свою кандидатуру. Вы понимаете, я далеко не беден, у меня знакный рот, я содержу ресторан Кулинария, стараюсь купить акции продовольственного концерна Квилинка, понимаете, сделаю это в ближайшее время смс. А также я молод, привлекательен и, как всем известно, прекрасно владею гитарой. Так, чем же я не жених для вашей дочери? Да уж, вариант хороший. Но, что мне скажет советник Ясенштайн? Дорогой грамм, у меня на этот счет иная точка зрения. Я считаю, что данную ситуацию нужно решать таким же путем, каким решали ее наши предки. А именно, устроить состязание всех претендентов на руку и сердце вашей дочери. И пусть победит сильнейший. Советник Ясенштайн, ну почему, ну почему вы все вопросы решаете мордобойем? Что же, грамм, нужно обойтись и без крови. Устроим состязание по-культурным. Пусть каждый покажет, чего он стоит в искусстве. Если хотите, мы можем собрать по этому поводу дипломатический прием. О, отличная идея! Я, 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 я прикажу вас наградить орденом великой заступницы, Нелин Каменецком! Да-да, Нелин Каменецком! Да, Есенштайн, вы, как всегда, отличились своими рационализаторскими идейками. Неужели вы изволили сомневаться в исходе турнира? В этот день, поздно вечером, Жюльен, объявленную любовью герцогине, Дал встречи с ней под ее балконом, Взяв на баргат гитару фельдмейстера Климитти, И подобрав простейшие аккорды, он ждет, а... Признаюсь вам, с вокалом у него было не очень, Но зато пьял он от чистого сердца. Ах, краса твоя бесспора, Ярче солнечного дня, Где же ты, моя синьора? Или не любишь ты меня? Ла 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 Ла-ла-ла... Кто это? А ты угадай? А, наверное, это Эндрю Артюхоловский. Ну, конечно же, женским голосом. А, ну я знаю. Это красавица Мариэль. Что? Какая Мариэль? Ну ты что? Я же просто пошутил. Ну серьезно. Ну что ты все время обижаешься? Ты, как всегда, Жиен, со своими глупыми шутками. Еще раз такое вытянешь, я обижусь навсегда. Ну ладно, ладно. Я больше так не буду. Честно. А где ты взял кефар? Да, друзья помогли. Друзья, говоришь? Какие друзья? А, те, с которыми вы халтурите в характере гриппа. А, что? Что значит халтурите? Твою как-то называл халтуру, а ценил даже сам Климентий, ваш дворцовый капельмейстер. А! А, и между прочим, он сам любит иногда немножко похалтурить. Ну, я заметила, что в последнее время он хорошенько халтурит на пару с Мольцертом. А тебе понравился мой сюрприз? Ой, я должна с тобой серьезно поговорить. Что случилось? Мой отец. Мой отец выдает меня замуж. Как замуж? За кого? Кто? Ой, что ты? Подожди. Да погоди же ты, это все. Да постой же ты. Да постой, как тебя остановить. Понимаешь? Мой отец устраивает турнир. Что за бред? Какой еще турнир? Да турнир, на котором победивший получит не только все почести победы, но и мою руку. Все, прости. И вот наш главный герой, шокированный известием Анны и в поисках дружеского совета, придет в трактир Гриппо. Там его ждут верные друзья. АПЛОДИТИСМЕНТЫ 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 Эндрю Арчуговский. Поляк по происхождению, родившийся в семье придворного скрипача Араля Кучински. Получив широкое образование у себя на родине, он решает покинуть свою страну. Не имея слуха, музыкального чутья и элементарно не знающий гармонизацию гаммы, он не идет по стопам своего отца. Бросив музыку, Эндрю находит свое призвание в поэзии. Встреча с капельмейстером графа Стволауза на Клементе, пообещавшего заплатить за его обучение в придворном университете 16 миллионов лир, чтобы тот окончательно бросил музыку, позволил ему уехать и продолжить свой творческий путь на поприще поэта. Второй друг, известный в Европе капельмейстер. Любимый девушек, Алекс Клементий, отличался более глубокими познаниями в музыке. Уже в 7 лет, покинув родной дом, он уехал обучаться в Королевскую консерваторию. Малыш тянулся к познаниям в области искусства. Но в силу вспыльчивости своего характера у него были проблемы с проживанием в пансионате консерватории. За время обучения он часто попадался за прогулы лекций, лазания по балконам, поздние приходы в пансионат и даже за несанкционированное собрание себя в комнате. Тем не менее, ему удается с блеском закончить консерваторию, после чего его распределяют на службу графу Стволаузу. По жизни. Но вернемся. Жюльен ходит в трактир, где его ждут друзья. Коля, будьте добры, один вокальчик для моего друга. А, еще один, пожалуйста. Спасибо. Так вот, Эндрю, она мне говорит. Маэстро, я так, я так хочу играть в вашем оркестре. Вы, вы так профессионально управляете людьми с помощью своей дирижерской палочки. Ну так что, ну так что? Эндрю, я тебя умоляю, это теперь моя двадцать третья. Как? Эндрю, это только за третьим пультом, не переживай. Ну, Аликс, ты даешь, прям как Дон Жуану Моцарта. Ну, а ты чего там? Как там твоя принцесса однолюбая? Да, да, да. Борода! Ну, давай, расскажи. Что-то у тебя опять, быстренько давай. Друзья мои! Вы со мной или без меня? Что-то, что-то у тебя, что-то, в чем проблема? Отец выдает Анну замуж. Руку получит тот, кто лучше проявит себя в искусстве. А я, я всего лишь простой парень, а на турнире будут участвовать великие из великих. И как же я могу сравниться с ними? Но это еще не самое главное. Ведь я даже не могу попасть на турнир. Ведь я далеко даже не вельможа. Эх, мне хотя бы маленький шанс. Один за всех и всех! За того! Да черт возьми, я даже готов тебя дать этот парик! Чуть позже! Сэг可以! Чуть позже! Сэгээл… Вам всэгээ! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Слушай, ты мне утку принесешь сегодня или как, а? Вот так. Слушай, ты что, совсем обалдел на этом карите в любви признаваться, а? Что, банану мартышке попросить хочешь или сердце красавице завоевать, а? А если бы вот этот вот восхитительный напиток не оросил мою светлую голову, да оно бы уши уже завяли. Понимаешь? Так, а что мне делать? Играть надо. Нас трудно быть в души молодой девушки. А не щипать, это несчастная корита! Ой, не могу я так больше. Слушай, помолчи пока, а? Пацаны, гаси это сюда! Давай, давай! Граждане! Столени! Товарищ! Друзья! Последняя чудо техники! Волшебная шкатулка с откиданным верхом. Обратите внимание, автоматические зажимы демпферу. Ты посмотри, какие ножки, а? Чего? Просто конфетка. Смотри, он сам играет. А можно мне попробовать? Камикс не садись. Стоп, стоп. Ховрик. Давай. Так, мы садимся. Подожи, подожи, подожи. Чего ты как маленький, а? Слушай, а плати сто-у пути? Слушай, за все надо плати, да? А то челси? Заплати. Поиграть, да? Я тоже платить надо. И это все обижаешь. Ты посмотри, какой коврик тебе положили, а? Смотри, как красивый. Я на нем столько даром у директора стоял за эти годы, а? Что сейчас всю жизнь платить надо. А у меня больше не нету. Ладно, дорогой. Только по большой дружбе для тебя бесплатно. Слушай, вот это вот, да? Вот нам скоро будет щекать. Понимаешь? Ну, правильно говорю, да? Ну, может кому-то и доходит, да? Но она, она должна прочувствовать все твои прелести. Душевые, конечно. Ну-ка, давай. А, я знаю, что. Ну, вот сюда. Кто? Слушай, ну ты же понял, в прошлом году уже, а? Правильно? Мне ты веришь? Посмотри, вон там, скажем. Вон сидит мужик, да? Вон говорит, что было. Было. И потом, что думаешь, пальцами научился шевелить? И все твои будут, да? Другим надо пошевелить. Слушай, дорогой, ты чего шевелить собрался, а? Люди сидят. Давай лучше с тобой поуже начнем, поуже. Понимаешь? Подожди, подожди. Потому что кто нас берет, да? Может, сейчас там и нельзя, понимаешь? Может, Соболю и можно было, да? Тебе нельзя. Вот так. Давай поуже, помягче, по нижней. Еще нижней. Еще нижней. Еще нижней. Ты девушке признаешь или что ли? Ну вот это... О, давай. Ну что-либо давай забрали такое. Стой! Слушай, ну что ты как все играешь, а? Как все? Как написано, да? И сыграл, как надо. Дай-ка я попробую. Дай-ка я попробую. Ну, как ты? Ну, как ты, а тебе, а что ты, дорогу, и тебе? Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я верю тебе, цыганка! Один за всех и все за одного. Это делись настоящих друзей. Как бы ни было тяжело одному, с друзьями всегда легче. А тем временем во дворце возник большой переполок в связи с подготовкой к свадьбе Анны. Помимо дипломатов из разных стран, на собрание была приглашена известная итальянская оперная дива Дементино Дакмариотти. В честь такого события сам вольт-канкомодель Моцарк предложил ей впервые исполнить арию из еще не опубликованной оперы. Граф с нечерпением ждал приезда Великой Примадонны, поскольку был большим поклонником ее Беликангу. Хотели даже штуки о их дальней переписке, но это только штуки. Итак, дорогие зрители, пять минут до собрания. Великой Примадонны, Великой Примадонны, Великой Примадонны, Великой Примадонны, Константин и Крハнь Паргет Граф с мультиной Маландантин, Великой Примадонны, Великой Примадонны, Субтитры делал DimaTorzok 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 Дамы и господа! Дамы и господа! Минуточку внимания! Его превосходительство, граф Стволаузен и его дочь, герцогиня Анна! Дамы и господа! 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 Ну, хоть что-то для Крейна. И, наконец, фикантная изюминка нашего вечера. Обладательница уникального голоса. Всемирно известная звезда в оперной сцены. Дементина Докмариотти. Прошу! О! Пардон! Вместе с Примой, известный всем В.А. Моцар. Вы! Вы! Вы прибыльник! Я так рад! Я так счастлив! Вы не представляете, как я счастлив! Не представляете, как я рад! Могут в своем репертуаре! Шампанского! Шампанского! Всем шампанского! Моцар, спасибо! Ну, чем? Ну, чем вы нас порадуете, Дементина? Что вы хотите? Порадует, граф, порадует! Еще как порадует! Вы только вечер отождитесь! Красавица! Богиня, я вас так долго не знаю! Анна, ты сегодня просто неотразима! Презрешите предложить вас на ухо-палу заказу? Благодарю вас! Нет! Презрешите предложить вас на ухо-палу заказу? Благодарю вас! Нет! Скоро наступит один из самых знаменательных дней в вашей жизни! О чем вы? Я вовсе не опечатана! Что? Что вы говорите? Ведь, согласитесь, висающая свадьба – одно из главнейших событий в истории вашего рода! И, как советник вашего отца, я не советую вам выбирать в качестве вашего жениха простого юношу! Да откуда вам это известно? И поверьте мне, Анна, как бы сильно вы не любили его, ваша рука достанется другому! И этим другим буду я... Никогда! Да что вы сейчас посмотрите? Крым! Господа! Господа! Минутку внимания! Прошу! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Я собрал вас здесь, чтобы сообщить вам о важном событии в моей семье. Я выдаю свою прекрасную дочь Анну замуж. Будет устроен специальный турнир, на котором имя жениха решится с помощью искусства. Я считаю вас всех, всех достойными кандидатами на руку моей дочери. А теперь, а теперь, а теперь все в сад. Будем играть в мою любимую игру. Крокодил. Друзья, главная страница моего рассказа. Два дня пронеслись, как две минуты. Участники турнира готовились в военгорах. Дворец подсчитывал финансовые убытки. Анна, потеряв веру в свое счастье, за эти два дня не промолвила ни слова. Но поверьте, Жулья сделает все возможное, чтобы возвратить ее веру. Вер, для настоящей любви не существует никаких преград. Аннушка! Аннушка! Дочь моя! Ну посмотри на себя! Что же ты такая печальная? Ты же всех женихов распугаешь. Папа, я не хочу замуж! Так, все! Мы с тобой разговаривали по этому поводу. Ну, папа! Я сказал, все! Граф я или не граф? Клементий! А, в этом дворце вы лучше всех разбираетесь в искусстве. Я надеюсь на вашу помощь. Граф, не вам и здесь вы так. В этой области я профессорал. Ну что ж, я думаю, стоит начать. Начинайте! Королевский камерный хор Неаполя. Художественный руководитель Папа Ген. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 Дальше. Продолжайте. Я не знаю, кто это. Продолжайте. Я не могу говорить об этом. 24-я. Климентий, решайте свои личные вопросы позже. Продолжайте. Если ты сейчас же не решишь сама, то за тебя выбирать буду я. Крей. Граф. Граф, ну куда же? Куда же? Как же без меня? Позвольте предложить свою, своего кандидата. Свою? Не, не, не. Он, конечно, не знаком вам. Но я уверен, он вас заинтересует. Интересно, интересно. Анна, это для тебя последний шанс. Нет, нет и нет. Только из уважения к вам, дорогой капельмейстер, я разрешаю вам показать его. Что? Что это значит? Ведь я выиграл турнир. Граф, вы не смеете просто так отказываться от собственных слов. Не забывайте, Крей, с кем вы разговариваете. Я, я, я граф. А вы, вы всего лишь советник. Знаете свое место. Климентий, пригласите незнакомца. Признаю все, что двое мы с тобой, хотя в любви мы существо одно. Я не хочу, чтоб мой порог любой на честь выложился, как пятно. Пусть нас в любви одна связует нить, но в жизни горечь разная у нас. Она любовь не может изменить, но в любви крадет за час и час. Как осужденный правый решил тебя при всех открыто узнавать. И ты, примет, не можешь, мой поклон, чтоб не легла на честь твою печать. Ну что ж, пускай я так тебя люблю, что весь я твой и честь твою делю. Папа, это он. Он, и только он мой избранник. Ну слава богу. Ты? Да как ты посмел сюда заявиться, подлец? Граф, да это же совозваяц. Да ему место на конюшне. Что вы имеете в виду? Я не крею. Я несколько дней назад ночью видел их вместе. Он был одет, как простолюдин. Да я уверен, он даже не знает, кто его родители. Что? Родители – чертые люди. Не обещали никакого мордобоя. Граф, да это же, это же позор для вашего рода. Нет, я этого не допущу. Папа, да какая разница, кто он? Главное, что мы любим друг друга. Ничего я не хочу слышать. Стража, выкиньте этого прокатимца. Ты че она? Она! А ты марш в свою комнату. Завтра у тебя свадьба. Вот он, твой жених. А с вами, Клименти, я разберусь позже. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Да! АПЛОДИСМЕНТЫ На портрет знакомого линия. Оставаться уже невозможно. Но мечтаем, мечтаем мы вновь возвратиться. Будет много великих сомнений, Но за это ведь нас не посудят. Кто сказал, что плохая примета, Возвращаться туда, где нас любят. Прикоснувшеньки мы с левым мыслям, Мы сердца раскрываем и претворим. Но на кровь не держите одни, Если что-то в небо снивали. Пусть на путь великих сомнений, И по щелью в глазах сила, Ведь вновь мир обращали, А мы делаем только хорошим, Большое, больше в горе терпения, Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Аплодисменты! 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 Аплодисменты!